Друзья, всем привет! С вами Димон, вы на канале Всегитая. Ну что ж, мы продолжаем дальше изучать, обозревать эти лютые бюджетные смартфончики. Сегодня, знаете, у нас интересный смартфон за 75 долларов, у которого процессор от компании Qualcomm. Внезапно, да? Итак, это Nefos Y5S. Бюджетник, вот такой вот пластиковый бюджетник, у которого процессор от компании Qualcomm, и который стоит 75 долларов. Ну что ж, друзья, заинтересовал? Я думаю, да. Поэтому садимся поудобнее, берем чай-печнюхи и поехали! Ну что ж, начнем мы, как всегда, по традиции, с дизайна. Потому что, знаете, его, по сути, здесь нет. Это обычный, стандартный, цельнопластиковый смартфончик без какого-либо вообще, по сути, дизайна. Кстати, задняя крышка у нас съемная, и под ней у нас спрятались два разъемчика для сим-карт, и, конечно же, отдельный разъем для microSD. Ну, как бы прикольно. Сборка средняя, все же задняя крышка у нас съемная, поэтому она немножко поскрипывает. А также отметим, что смартфон получил светодиодный индикатор уведомлений. Мелочь, но приятно, потому что в основном за такую стоимость этого индикатора вообще ни у кого нет. А также отметим, что есть датчик приближения и освещения, что очень даже хорошо. Ну, а вот теперь поговорим про дисплей, потому что у нас здесь 5-дюймовая HD-матрица. Да, старое соотношение сторон. Ну, что ж, друзья, дисплей, конечно же, здесь бюджетный. Да, нет 2.5D эффекта по краям, но, как по мне, это большой плюс, потому что можно купить нормальное защитное стекло с олеофобным покрытием, и все будет у вас хорошо, потому что здесь, понятное дело, олеофобки нет вообще. Это бюджетный дисплей. Ну, что ж, картинка в целом приятная, но цвета блеклые, то есть не хватает контрастности. Ну, в целом, это стандартный бюджетный дисплей, от которого, ну, ничего сверхкрутого ожидать не стоит. Максимальной яркости хватает впритык, минимальная, как всегда по традиции, немножко завышена. Углы обзора более-менее адекватные. В целом, это стандартная бюджетная IPS-матрица. Звучание. И знаете, этот смартфончик меня приятно удивил, потому что здесь два динамика, да, один мультимедийный, второй разговорный. У меня недавно был на обзоре Nefos C9A, смартфончик, который стоит дороже, но у него один динамик, одновременно это и мультимедийный, и разговорный. То есть, ну, такое себе счастье. Но здесь смартфон, во-первых, стоит дешевле, и здесь два динамика. И знаете, этот мультимедийный динамик здесь хороший. То есть, здесь нормальная громкость. Да, она не самая крутая, но она нормальная, это во-первых. А во-вторых, здесь хороший, качественный динамик. То есть, смотреть видосы можно без проблем, потому что, в основном, за такую стоимость мультимедийный динамик просто отвратительный. Он тихий, и он отвратительный. Потому что вот стоит Верни, у него, блин, динамик тихий, и это пищалка. Смотреть видосы, ух, такое себе удовольствие. Здесь же все нормально и хорошо. Я был приятно удивлен. А также отмечу разговорный динамик, потому что он здесь капец какой громкий. Да, здесь хороший запас громкости и адекватное нормальное качество. То есть, как звонилка, данный смартфон показывает себя великолепно. Производительность. И знаете, друзья, внутри данного смартфончика у нас процессор от компании Qualcomm. Да, Snapdragon 212. Хотя, это самое бюджетное решение от компании Qualcomm. Но, как по мне, пускай лучше будет Qualcomm 212, чем какой-то бюджетный, лютый Mediatek MTK 6739 или MTK 6580. Это вообще лютая дичь, которая встречается практически во всех ультрабюджетных смартфонах. Поэтому, пускай лучше Snapdragon 212. А также 2 гигабайта оперативной памяти 16, встроенной, работает на андроиде 7.1. И, конечно же, фирменная оболочка от компании TP-Link. И знаете, она более-менее красивая, удобная. Ну, по крайней мере, выглядит она лучше, чем просто голый дешевый андроид. Тем более, в таком вот дешевом смартфоне, как по мне, пускай будет лучше какая-то красивая, адекватная оболочка. Ну, что ж, в целом, данный смартфончик показывает себя неплохо в обычных повседневных задачах. Но не ждите от него сверхскоростей, сверхплавной и быстрой работы. Все-таки это бюджетный смартфон за 75 долларов. И знаете, конечно же, нагрузить данное чудо можно очень легко. Если вдруг к вам прилетят уведомления хотя бы штук 20 или 30, и вы захотите посмотреть, что же там такое интересное, то вы увидите просто слайд-шоу. Я это наблюдал, с уверенностью вам скажу. Но если вам не будут прилетать уведомления в таких вот больших, огромных количествах, то в целом в обычных задачах данное чудо показывает себя нормально, без тормозов. По крайней мере, он меня не раздражал. Да, когда я включаю Wi-Fi, и ко мне начинают прилетать различные уведомления, комментарии, которые вы пишете, и да, там штук 20-30 сразу как прилетит, то тогда да, наблюдаем слайд-шоу. А так в обычных задачах все более-менее адекватно. Про игры, я думаю, говорить не стоит, потому что это ультрабюджетник. И да, если вы сюда установите PUBG, то это только низкие настройки, но я вам даже не советую устанавливать, потому что FPS будет очень часто проседать. Да, новенький асфальт вы вообще сюда не установите. Танки запускаются на низких настройках, без проблем вообще играть комфортно. А вот различные файтинги вообще спокойно сюда устанавливаете, и можно рубать там, драться, и все будет хорошо. И понятное дело, все остальные простенькие игры здесь нормально работают, без проблем. Автономность. Ну что ж, внутри у нас банка на 2450 мАч. Да, емкость, конечно же, не огромная, но в целом данное чудо спокойно живет один день, и даже можно растянуть на полтора дня. Чего-то большего от него, конечно же, не ждите. А также заряжается он за два часа, потому что поддерживает зарядку только 5 вольт, 1 ампер. Как-то вот так. Ну что ж, тесты воспроизведения видео на максимальной яркости, фильм скачанный на смартфон без интернета, 6 часов 16 минут. Ну и напоследок, друзья, поговорим про камеры. Итак, фронталочка у нас на целых 2 мегапикселя, и знаете, она очень мрачная, поэтому это только скайп, различные там приложения для видеосвязи. И все, селфи делать не советую вам, категорически не советую. А вот основная камера меня капец как удивила, потому что да, она на 8 мегапикселей, и здесь чего-то крутого нет. Но, блин, данное чудо получило HDR режим, который, во-первых, работает, причем работает корректно, и он работает всегда. Когда вы его включаете, у вас просто получаются шедевры. Да, блин, здесь камера на 8 мегапикселей, и у вас получаются красивые, сочные, интересные кадры. Понятное дело, детализация здесь ужасная, потому что только 8 мегапикселей. Но если все это не зумировать, а просто вот так вот. Сфоткали, посмотрели, то все шикарно, красиво. В общем, HDR на данном смартфоне рулит, и, в принципе, даже фотографии можно в Инстаграм выложить. Ну, в общем, в принципе, неплохой камерафончик. Как бы это смешно не звучало. В любом случае, как по мне, за 75 долларов данная камера одна из более-менее адекватных. Тем более, если мы покупаем смартфон в магазине с гарантией, вам никто за такую стоимость что-то лучше не предложит. Ну, а что ж, если подвести итоги, то Nefos Y5S это довольно-таки интересная звонилка, которую я, конечно же, вам могу рекомендовать за 75 долларов. Потому что, по сути, это хороший, добротный смартфон, к которому у меня лично претензий нет. Знаете, за 75 долларов это самый адекватный смартфон, у которого хороший звук. И мультимедийного динамика, и разговорного. То есть, для бабушки, для дедушки, для мамы, папы, для ребенка, в принципе, можно спокойно покупать данное чудо. Потому что, знаете, для ребенка посмотреть мультики, все окей, звук нормальный, дисплей тоже адекватный. И поиграть в самые такие обычные легкие игрушки без проблем. Разговаривать по данному смартфону одно удовольствие. Потому что собеседник нас слышит хорошо, и мы собеседника слышим просто великолепно. Хороший запас громкости это круто, качество тоже хорошее. В целом, ну не знаю, за 75 долларов, как звонилка, это то, что надо как по мне. Понятное дело, если добавить бабосиков, можно купить что-то поинтереснее. Но, блин, за 75 долларов мы пришли в магазин, купили, плюс получили гарантию на 2 года. Ну, не знаю, как по мне, это довольно-таки хороший вариант. В любом случае, это лишь мое мнение. Свои пишите в комментариях, как вам эта звонилка Nefos Y5S за 75 долларов. Интересный, прикольный смартфончик. Или все-таки лучше купить что-то другое. В общем, как-то вот так. Ссылочки все будут в описании. Ну, а с вами был Димон, канал «Всё Китай». Всем удачи, друзья. Всем пока. Пока.